Доброе утро, уважаемые телезрители! Четверг, 25 октября. Встречаем этот день вместе с программой «Утренний эспрессо». Сегодня в студии Катерина Стриха и Артём Бруйло. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Очень рады, что вы сегодня с нами. Надеемся, что вы прекрасно выспались. Если нет, то у нас есть очень важный и нужный для вас рецепт. Точнее, совет, наверное, да? Да, вот такая любопытная информация. То, что эксперты выяснили, что запах лаванды поможет вам легче выспаться. Быстрее выспаться, кстати, да? Быстрее уснуть, легче проснуться и хорошо выспаться. Да, отличный рецепт. Аромат этого красивого растения снижает частоту сердечных сокращений и кровяного давления, переводя человека в состояние комфорта. Эксперименты показали, что те люди, которые вдыхали перед сном запах лаванды, имели более глубокий сон, а утром чувствовали себя энергично. Нет, это, конечно, очень нужный и важный совет. И относиться к нему тоже можно абсолютно по-разному. Но мы должны вам сказать, что, наверное, в первую очередь лаванда не является стопроцентным средством от бессонницы. Но все же, если в вашей спальне будут масла и пакетики с засушенными цветками лаванды, лишним это не будет. Вы попробуйте обязательно, а потом расскажете нам. Обязательно нужно попробовать листья лаванды разместить у себя в спальне, для того, чтобы лучше, комфортнее выспаться и встречать день с хорошим настроением и, конечно же, с интересной информацией от утреннего эспрессо. Прямо сейчас получим первую порцию из нашего анонса. Сегодня об утреннем эспрессо. Выясним причину трудного подъема по утрам. Узнаем о самых необычных профессиях в мире. Познакомимся с профессией проводника. Расскажем, как приучить ребенка следить за осанкой. Только что рассказывали вам о том, как проще всего заснуть и хорошо выспаться, а вот как встать утром. Это тоже, конечно, вопрос не менее важный. Наверное, первый совет – это включить канал «Беларусь-4 Брест», программу «Утренний эспрессо» в 7-10 утра и встретить это утро в нашей компании. Также заварить себе чашечку ароматного утреннего эспрессо. Мы надеемся, что именно этим вы сейчас и занимаетесь. Тем временем мы хотели бы рассказать о том, что ученые выяснили причину трудного подъема по утрам. Научный эксперимент провели исследователи из Австралии. Как оказалось, человеку сложно проснуться утром и быть бодрым из-за биологических часов, потому что их работа слишком замедляется. И даже тот факт, что вечером человек ляжет пораньше, не гарантирует, что утренний подъем будет легче. Ну, труднее всего, говорят, просыпаться подросткам и старикам, но жаворонки красивее и бодрее сов. Ну, тоже вопрос спорный, верно? Конечно. Именно поэтому, для того, чтобы запустить свои биологические часы и взбодриться с утра пораньше, конечно же, нужно выпить стаканчик водички, желательно тепленькой, такой теплой, домашней температуры. С лимончиком, тепленькой. Да, обязательно. И, конечно же, вот тот стереотип про чашечку кофе и чая, он, кстати, верный. Он помогает взбодриться тем людям, которые не выспались. Ну, знаешь, бывает так, что человек говорит, вот, пью-пью кофе по утрам, пью-пью, а мне не помогает. Оказывается, если не помогает, значит, сбой в организме, и следует бежать к врачу. Но мы надеемся, что вы не в числе этих людей. Эспрессо вам по-настоящему поможет взбодриться. И, конечно же, на ваше настроение не влияет никакой прогноз погоды. Какая бы погода была на улице, должно быть хорошее настроение. Ну, а какая будет погода в наших городах, нашего региона, узнаем прямо сейчас от наших синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро, Брест! Доброй ранницы, Беларусь! Встречайте утро нового дня с утренним эспрессо. Брест, просыпайся! Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Доброе утро, вся Брестская область! Просыпаемся в компании утреннего эспрессо. И прямо сейчас наступает очень приятный момент нашей программы. Мы готовы озвучить тему сегодняшнего дня, для того, чтобы вы, уважаемые телезрители, смогли получить очень хороший приз, подарок от нашей программы. Нам очень хочется узнать, как же сделать свой день идеальным. Делитесь, пожалуйста, своими советами, потому что мы теперь уже есть в Вайбере. Номер телефона 821 55 55. Можно высылать фото, это может быть также совет в текстовом варианте. Возможно, вы едете на работу, где-то знаете, что пробка в ближайшее время будет, тоже высылайте нам эту информацию. Может быть, какое-то приятное событие произошло в вашей семье, тоже будем рады это выслушать, прочесть и рассказать всему Брестскому региону. Но в первую очередь хотелось бы узнать, как же сделать свой день идеальным. Рассказывайте, пожалуйста, в Вайбере 821 55 55. На протяжении всего эфира, уважаемые телезрители, у вас есть возможность прислать свой совет, может быть, он будет какой-то практический совет, либо тем советом, которым вы пользуетесь каждый день. Как же сделать свой день идеальным? Вот такой вот у нас к вам вопрос. Уважаемые друзья, 821 55 55. Для тех, кто уже знает наш номер в Вайбере, для тех, кто только что включил программу и, может быть, впервые смотрит ее, мы напомним, что в нашей программе есть номер в Вайбере. Вы можете его записать в свои телефонные книги 821 55 55 и сможете присылать нам свои сообщения. Но мы ждем очень любопытный, практичный, может быть, оригинальный совет, как же сделать свой день идеальным. А может быть, вы уже сделали свой день идеальным, и у вас есть фото, тоже с удовольствием посмотрим, и самое позитивное и интересное покажем всему Брестскому региону. Но это еще не все, друзья. Автор самого интересного креативного совета обязательно получит подарок. Сегодня это сертификат на 50-процентную скидку у Максима Бурковского, у парикмахера-стилиста Максима Бурковского. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему интерактиву. Так что ждем ваши сообщения, ждем ваши практические советы. Как же сделать свой идеальный? Вот такой вот вопрос. Еще раз повторяем для того, чтобы вы его запомнили и, конечно же, прямо сейчас подумали над тем советом, который вы можете дать для наших жителей всей нашей Брестской области. Как сделать свой день идеальным, Артем? Лайфхак от ведущего утреннего эспрессо. Таким вот экспромтом. Хорошо, для меня, для того, чтобы день прошел идеально, необходимо все спланировать заранее. То есть с вечера запланировать все по пунктам, что утром, в обед, вечером все, назначить все встречи. Главное сделать такой тайминг всего дня. И мне кажется, день тогда пройдет идеально и под контролем. Ну, еще встретить это утро в нашей компании, выпить ароматного кофе и, конечно же, провести время с детьми. Куда же без этого? Рубрика «Дочки-сыночки» продолжит наш эфир. Узнаем, как сделать так, чтобы ребенок все-таки научился следить за осанкой. Не переключайтесь. Доброе утро! Мы заботимся о здоровье своих детей с детства и вплоть до юношеских лет. Им в период взросления могут угрожать разные болезни. Одна из них – сколиоз. Сегодня я предлагаю поговорить о причинах, вызывающих искривление осанки у детей и об их устранении. Формирование осанки начинается с первых дней жизни человека. Малыш учится держать голову, садится, встает на ножки и делает первые шаги. А в это время мышцы спины учатся держать позвоночник в вертикальном положении. Немалую роль в этом процессе играет наследственность, которая определяет мышечную силу, гибкость позвоночных суставов, особенности формы костей. Однако основной риск деформации позвоночника приходится на период с 7 до 15 лет. Бороться за красивую осанку необходимо начинать в раннем детстве, поскольку к 18 годам костная система фактически сформирована, и что-либо изменить будет поздно. И в первую очередь устраняем причины, приводящие к искривлению позвоночника. Зачастую именно мебель, стол, стул, парта становятся виновницей искривления позвоночника, особенно у детей младшего школьного возраста. Став школьником, ребенок много часов проводит за партой, а дома за столом, готовя уроки. Какие только позы он не принимает. Спина колесом, нос уткнулся в тетрадь, голова на бок. Поэтому мебель обязательно должна соответствовать возрасту и росту ребенка. Обеспечьте необходимые условия для работы школьника и заставьте его сесть как надо. А если он устал, пусть погуляет. Очень часто можно встретить детей, которые, что называется, плетутся с наклоненной вниз головой, опустив и сведя вперед плечи. Не ленитесь напоминать ребенку. Выпрямься, расправь плечи, подними голову. Мотивируйте это тем, что так ходят уверенные в себе люди. Пусть ребенок привыкает чувствовать себя сильным и уверенным в себе. Это не только положительно отразится на осанке, но и учебе и отношениях с миром. Также следует обратить внимание на детскую обувь. Туфли должны быть удобными. В противном случае они деформируют походку и увеличивают нагрузку на спину. Обязательно обратите внимание на то, как ребенок носит свою школьную сумку. Обычно она довольно тяжелая. Неправильно и вредно носить тяжести постоянно в одной руке, наклоняясь при этом в одну сторону. Пусть периодически меняет руку и устанет меньше, и с осанкой проблем не будет. Дорогие родители, сутулиться все дети. Однако ровные спины достаются тем, чью походку, манеру сидеть и мебель контролируют. Именно родители. Немного вашего терпения. Спорт, активные игры, и ваш ребенок вырастет обязательно со здоровой спиной и королевской осанкой. Только что прозвучал совет для родителей. Прямо сейчас будет подарок для детей. Да, обязательно подарок для детей. Это интернет-магазин Атут Шубай. Посмотрите, пожалуйста, на этот замечательный набор. И получит его тот человек, который первым ответит на наш вопрос. А он звучит так. В какой стране детям засчитывают те 9 месяцев, которые они были в утробе мамы, как возраст? В какой же стране это происходит? Тот человек, который первым пришлет нам правильный ответ на наш номер в Вайбере 821-5555, заберет этот замечательный набор к себе домой. Давай повторим вопрос, наверное. Да, вопрос звучит так. В какой стране детям засчитывают те 9 месяцев в то время, когда их мамы были беременны ими? Вот такой вот вопрос. У вас 9 месяцев засчитывается прям возраст. И получается такое несоответствие. То есть уже ребенок рождается, ему уже годик практически. Да, практически год. В какой же стране, уважаемые телезрители, спрашиваем у вас, засчитывают те 9 месяцев, которые они были в утробе матери, за их возраст? И они уже рождаются, и у них уже там 9-10 месяцев, практически год. В какой стране? Ждем ваши варианты на наш номер в Вайбере 821-5555. Кто правильно ответит, кто первый правильно ответит, получит этот набор фломастеров, карандашей от магазина. А есть уже ответы? Тутшоп.барь. Артем, уже есть ответы, да. Александра пишет, что это Америка. Сергей говорит, что это Китай. А вот Татьяна говорит, что это Корея. Судя по всему, Татьяна и становится победителем, потому что это на самом деле Корея. Именно в Корее, уважаемые телезрители, детям засчитываются те 9 месяцев, которые они были в утробе мамы. Так что вот такой вот правильный ответ. Мы поздравляем Татьяну. Татьяну, поздравляем. Да, вы забираете этот замечательный набор, а интернет-магазин Тутшоп.бай сделан для того, чтобы вам было удобно и без лишних забот найти и заказать то, что вас интересует. Там огромный выбор различных подарков, сувениров и полезных в повседневной жизни вещей для дома и дачи. Интернет-магазин заботится о том, чтобы ассортимент был всегда актуальным, расширенным, но ценно доступными. Поэтому добро пожаловать в интернет-магазин Тутшоп.бай. Как здорово, что Вайбер позволяет нам вот так вот очень быстро получать ваши ответы на наши вопросы, уважаемые друзья. Но мы напомним, что это только что был такой вот мгновенный розыгрыш, но на протяжении всего эфира также у нас проходит розыгрыш. Мы разыгрываем сертификат, скидку в 50% от мастера-парикмахера-стилиста Максима Бурковского. И мы повторим тему дня. Как же сделать свой день идеальным? Вот такой вот совет от вас мы ждем, уважаемые телезрители. Присылайте нам на номер вайбере 821-5555. Как же сделать свой день идеальным? Валентина знает. Наша телезрительница советует следующее. Улыбайтесь всегда и везде. Это не больно. И судя по Валентине, которая на фото тоже улыбается, это самый лучший рецепт, который только может быть. Действительно, улыбка. Что может быть лучше? Самое замечательное лекарство от стресса, от тех бед и неурядиц. Жаль, что пока не запатентованные. Да, Валентина, спасибо большое за такой замечательный совет. Мы также советуем вам начинать свой день с улыбки. Спасибо вам большое за то, что принимаете участие в создании нашей программы. Но мы движемся дальше по эфиру, уважаемые телезрители. И прямо сейчас получим полезный, практичный совет от нашего адвоката. Доброе утро. Помните, что ваше право можно защитить, и вы всегда можете получить квалифицированную юридическую помощь, обратившись к адвокату. Здравствуйте. Если можете, проконсультируйте. Мы с дочерью прописаны и стоим на очереди. Очередь разделена. В городе Бресте. У меня есть чеки жилье. Может ли моя дочь приобрести жилье за эти чеки? Начнем с того, что согласно жилищному кодексу, именные приватизационные чеки жилье могут использоваться гражданами Республики Беларусь и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, как для приобретения жилых помещений путем покупки, так и для погашения задолженности по кредитам банков, взятых на эти цели. Соответственно, имеется потенциальная возможность использовать чеки жилье для приобретения жилого помещения. Однако, чтобы чеки, зарегистрированные на ваше имя, могла использовать ваша дочь, необходимо подарить ей эти чеки на основании нотариально удостоверенного договора. Задавайте ваши вопросы по телефону, которые видите на экране, с пометкой «Вопрос адвокату». Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabres.by в разделе программы «Утренний эспрессо». И хорошего вам дня! Гороскоп обещает Овну достойную подработку, благодаря которой кошелек заметно пополнится. Возможно, помощь от состоятельного человека, друга или родственника. Телец проявит свою природную рациональность во всем, за что возьмется. Главное, чтобы полученные деньги не ушли на развлечения и безудержное веселье. Гороскоп советует близнецам отречься от всего нелюбимого, особенно скучной работы и надоедливых ухажеров. Вот тогда жизнь заиграет радужными красками, а оптимизма прибавится. Урака есть шанс сменить место работы на более перспективное. Вас привлечет не только высокий оклад, но и необычная специальность и дружеский коллектив. Гороскоп советует Льву сопротивляться соблазну скупить все, что попадет на глаза в магазинах, иначе вы вернетесь домой с кучей ненужных вещей. Деве эффективнее вложить накопленные средства в личный бизнес, чем устраивать ежедневные шоппинги. Толка от них будет мало, а деньги разлетятся. Гороскоп предупреждает весов, что сегодня тяга к власти и агрессивным выпадам слишком велика. Значит, будьте внимательнее к своим словам и поступкам. Сегодня отличный день, чтобы Скорпион подвел итоги в рабочей сфере. Если вы что-то завершили, то собирайте урожай. Начальство от вас в восторге, поэтому выше голову. Гороскоп предсказывает Стрельцу поддержку влиятельного лица, а также советы от деловых партнеров. Ни от чего не отказывайтесь, иначе упустите перспективные возможности. Позиции Козерога в работе и авторитет заметно укрепятся. У вас даже настроение повысится до высокой отметки. Не вздумайте доказывать свою правоту в коллективе, это не сыграет вам на руку. Гороскоп предсказывает Водолею удачный день для бизнеса, особенно если он касается технической сферы. Вы получите хорошую прибыль, а также вложите часть денег в качественный товар. Рыбы так завысят свои возможности, что на них уже утром обрушится шквал ошибок и проблем. Хорошо, что рядом опытные помощники, иначе выбираться придется долго. Рыбы так завжится. Надеемся, что в отличие от знака зодиака рыбы, ваш день будет по-настоящему идеальным и интересным. Насыщенным в том числе. Вот наш телезритель Иван советует следующее. Говорит, проснись и пой, все будет великолепно. Спасибо вам, Иван, за этот дельный совет. Но мы напоминаем о том, что вы тоже можете подключаться к нашему интерактивному общению. Наш номер в Вайбере 821 55 55. И автор самого оригинального совета на тему «Как же сделать день идеальным» станет обладателем сертификата на 50% стрижку у стилиста-парикмахера Максима Бурковского. Присылайте нам свои сообщения, присылайте нам свои дельные советы, уважаемые телезрители. Но мы продолжим делиться с вами очень интересной информацией. И прямо сейчас хотели бы рассказать о том, что новогодняя благотворительная акция «Наши дети пройдет в Беларуси». Руководители местных органов власти посетят детские интернаты, дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи. Они поздравят детей с Новым годом и Рождеством вручат им подарки, помогут в решении проблемы. К благоприятной акции также присоединяются общественные объединения и другие организации. И, кстати, хотелось бы сказать, что благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 10 декабря по 11 января. Ну а чем же знаменателен день сегодняшний в мировой истории? Сегодня у нас 25 октября. Мы напомним, узнаем из исторического обзора от «Утреннего эспрессо». Сегодня 25 октября. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1808 году Фридрих Арнольд Брокгаус приобрел право на издание энциклопедического словаря. За свою жизнь он выпустил его шесть раз, превратив в справочное издание, рассчитанное на массового читателя, и увеличив тираж в 16 раз. Также его энциклопедия послужила основой для российского словаря Брокгауза и Фрона. В 1913 в Минске родился Владимир Павлович Цислюк, кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси. Во время Великой Отечественной войны фронтовой оператор участвовал в съемках фильмов «Разгром немецких войск под Москвой», «День войны» и других. Его кадры использованы в киноэпопее «Великая Отечественная». В 1926 родилась певица, солистка Галина Вишневская, вдова Мстислава Ростроповича, обладательница уникального сопрано, прима, Большого театра и всей мировой сцены. Всю жизнь она преподавала, режиссировала, снималась в кино, занималась благотворительностью и при этом всегда прекрасно выглядела и держала форму. В 1979-м родился шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер Михаил Галустян. Был капитаном сочинской команды КВН «Утомленное солнцем». В прошлом году основал собственную кинокомпанию, где занял должность креативного продюсера. В этот день в 1990-м вышел в эфир первый выпуск телеигры «Поле чудес», одна из первых программ телекомпании «Вид» и проект Владислава Листьева, который и был ее первым ведущим. Спустя год ее бессменным ведущим стал Леонид Якубович. Возвращаемся в студию прямого эфира программы «Утренний эспрессо». Уважаемые телезрители, хорошо, что вы с нами, поскольку мы всегда в нашей студии делимся только актуальной информацией, актуальными новостями. Прямо сейчас хотели бы вам рассказать о том, что уже сегодня состоится открытие фестиваля, уважаемые телезрители. У нас в Бресте пройдет международный фестиваль зеленого документального кино. Как он пройдет, где можно будет посмотреть фильмы, расскажет нам наша гость. А у нас в гостях координатор фестиваля Ирина Самусик. Доброе утро. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Расскажите, как сделать день идеальным? У вас есть какой-то секрет? Наверное, это встать с хорошим настроением и съесть чего-нибудь вкусного. Что-нибудь вкусненького начинать. Отлично, это замечательно. А может быть, еще посмотреть хороший фильм? Нет? Это скорее сделать вечер идеальным уже. Ближе к вечеру, да? Ближе к вечеру. Ирина, расскажите, пожалуйста, что же это за международный фестиваль зеленого документального кино? Он впервые пройдет у нас в городе Бресте? Почему зеленого в первую очередь, интересно? Что это? Да, он пройдет впервые у нас в Бресте и, в принципе, в Белоруссии. До этого он проходил в 2010 году в Москве и прошел в более чем 20 городах России, Украины и Казахстана. А «Зеленым» он называется потому, что там будут представлены фильмы, которые непосредственно связаны с экологией. Это короткометражные фильмы или полный метр? Это полнометражные фильмы, снятые специально для фестивалей. То есть это полностью фильмы, которые во всем мире завоевали какое-то признание зрителей. То есть там... То есть их уже где-то показывали, да? Да, их показывали на большинстве мировых кинофестивалей. Некоторые из них даже получили какие-то призы, какие-то заняли места. Вот, поэтому да, это полнометражный фильм. А сколько дней продлится фестиваль? Фестиваль продлится пять дней. С 25 по 30 число у нас в Бресте будут показываться фильмы. Вот. Замечательно. Это один показ в день или на протяжении всего дня это можно прийти и посмотреть фильм? Мы разбили. Мы разбили эти показы. То есть первый показ будет сегодня. Второй показ будет 27 числа. И самый последний показ это будет 30 числа. Давайте, наверное, напомним нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер телефона 21 55 65. Если у вас есть какие-то вопросы к Ирине, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в студию прямого эфира. И задавайте их. Ну, а мы пока продолжим. Расскажите среди жюри, среди членов жюри, кто будет присутствовать? Может быть, какие-то знаменитые режиссеры, известные актеры? Эта эко-чашка, она построена таким образом, что тут главное не оценить фильм, а посмотреть его, донести его до обычных зрителей. То есть никакого там жюри не будет. Это просто будет просмотр именно фильмов для всех, собственно говоря, желающих. То есть первоочередная такая задача этого фестиваля какая? Донести информацию про экологию, что вообще происходит через вот эти фильмы, собрать людей, которые интересуются этой темой. И, собственно говоря, просто хорошо провести время. А предварительный отсмотр этих фильмов ввелся? Вы каким-то образом их отбирали, может быть, по заявкам будущих зрителей? И как это все происходило? Расскажите. Эти фильмы буквально два месяца назад мне предложили организовать этот кинофестиваль. И организация «Координатор», «Зеленая сеть», это минская организация, отправила на рецензию 9 фильмов. Из этих 9 фильмов, я посоветовавшись с коллегами, мы выбрали именно эти 3 фильма, так как они нам показались наиболее интересными для нашего зрителя. Что за 3 фильма? О чем они? Первый фильм, который будет проходить сегодня, он называется «Бабушки Чернобыля». Это о жителях Чернобыльской зоны, зоны отчуждения, именно о женщинах, о бабушках, их быт, чем они занимаются, чем они живут. То есть это полностью рассказывается про их жизнь. Второй фильм называется «В погоне за нулем». Этот фильм, он повествует о том, какие мировые практики внедрены для того, чтобы по максимуму уменьшить потребление отходов и их переработку. А третий фильм будет очень интересный, на мой взгляд. Он называется «Баобабы между небом и землей». Это фильм, который рассказывает о таких деревьях больших, о баобабах, и рассказывает о жизни в тех регионах, в тех районах, и как они, собственно говоря, влияют на экологию. Это прекрасно, что общественная организация «Время земли» также присоединяется к этой инициативе. Более подробную информацию относительно того, где, в котором часу будут проходить просмотры, где можно получить? Это можно получить в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, в группе «Время земли», либо в официальной группе «Эко-чашка» в ВКонтакте. Спасибо, Ирина. Всем большое, удачи, успехов вам на фестивале, благодарного зрителя, всех наших телезрителей, которые заинтересованы в тематике экологии. Всех приглашаем с 25 по 30 октября прийти, посетить ежегодный международный фестиваль зеленого документального кино «Эко-чашка». На все, кстати, фильмы вход свободный. Ну, у нас в гостях была координатор международного фестиваля Ирина Самусик. Мы же продолжаем наш эфир, далее у нас обзор прессы, поэтому оставайтесь на четверке. Деревня Рудня находится на юго-западе нашего района и входит в состав Домачевского сельского совета. Она расположена в 39 километрах к югу от центра Бреста. Как живет деревня, о жизни и бытии ее жителей вы сможете узнать в новом номере еженедельника «Заря над Богом». Все мы ежедневно пользуемся жилищно-коммунальными услугами, платим за это деньги и, что вполне оправданно, рассчитываем получить эти услуги оперативно, в полном объеме и с высоким качеством. Но реалии таковы, что зачастую приходится сталкиваться с возникающими проблемами в этой жизненно важной сфере. О том, как решаются возникающие у граждан вопросы, вы узнаете, открыв «Зарю над Богом». Реализацию масштабного совместного проекта обсудили власти Бреста и китайского Уханя. Сейчас обсуждают выбор площадки в Бресте для строительства центра логистики. Приоритетная территория «Белтерминал» на улице лейтенанта Рябцева. Есть и резервный вариант. Подробности в газете «Брестский вестник». Аншлаг – это табличка с адресом дома. Регистраторы переписи населения 2019 года начнут работать в ноябре. А специалисты ЖРЭУ уже сейчас обходят дома с проверкой. У всех ли заметная нумерация? Об этом на страницах еженедельника «Брестский вестник». Когда-то Вениамин Полянский учился в обычной брестской школе. Вряд ли он сам или его одноклассники тогда могли представить, что ему предстоит возглавить военное кораблестроение СССР. Как парень из Бреста строил советский флот? Читайте на страницах «Брестского вестника». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Самый южный город Беларуси. Городской поселок Брагин у Гомельской области – самый южный в республике. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году. Древний Брагин был частью Киевского княжества, входил в состав Великого княжества Литовского Российской империи по СССР. Сегодня в Брагине проживают почти 4000 человек. Самый глубокий каньон в мире. Перуанский каньон Колка – самый глубокий на планете. Его глубина от дна до горных вершин достигает почти 3,5 километров. Он вдвое больше, чем Большой каньон США и, в отличие от него, пригоден для жизни и земледелия. Протяженность Колки – больше 100 километров. Самое жаркое место в мире. Самая высокая температура воздуха на планете за всю историю, составившая плюс 56,6 градусов по Цельсию, была зафиксирована в Национальном парке «Долина смерти» 10 июля 1913 года. Парк расположен в американском штате Калифорния и занимает территорию в 13,5 тысяч квадратных километров. Вот так, самое жаркое место на Земле – 56 градусов. А прямо сейчас мы вам расскажем о самом холодном продукте, о самом холодном лакомстве, которое любят и взрослые, и дети. Это о мороженом. И прямо сейчас хотели бы вам показать, уважаемые друзья, перечное мороженое, которое вы увидите на своих телеэкранах. Если вы очень любите острое, то вы должны обязательно его попробовать. Нужно сказать, что этот десерт очень острый. В его состав входят жирные сливки, желтки, яиц, сахар и микс различных видов перца. В то время как мороженое замораживается, его несколько раз перемешивают. Это нужно для того, чтобы перец равномерно распределился по всей массе десерта. Ну, сейчас модно, наверное, готовить блюда в стиле фьюжн, поэтому мороженое перечное как нельзя встать. Кстати, придется, как и мороженое с кукурузой. Десерт с таким наполнителем придумали американцы. Как известно, они питают особую любовь к кукурузе. Есть они ее могут чем угодно и сколько угодно. А секрет приготовления такого лакомства довольно прост. Просто добавьте в пломбир зерна вареной кукурузы. Ну, сомнительная, если честно. Выглядит хорошо, аж как на вкус. Ну, для любителей кукурузы, да, наверное, будет очень вкусно. И вот еще одно необычное мороженое. Мороженое спагетти. Весьма популярно в европейских странах. Макароны в него, к сожалению, не добавляют. Перед подачей пломбир просто пропускает через пресс. И внешне он начинает напоминать длинную пасту. Сверху поливают взбитыми сливками и сладким соусом. Ну, или вот жареное мороженое. Это десерт впервые стали готовить в Мексике. Если вы тоже хотите попробовать пожарить мороженое, то можете воспользоваться следующим рецептом. Шарики мороженого среднего размера хорошо нужно заморозить. Затем обвалять во взбитом яйце и панировочных сухарях. Проделывать эту процедуру до тех пор, пока на поверхности мороженого не появится плотная корочка из хлебных крошек. Потом снова заморозить мороженое. И перед самой подачей бережно обжарить его во фритюре на растительном масле. А вот следующее тоже необычное мороженое, черное мороженое, мороженое с углем. Такое продают в Азии. Возможно, лакомство станет панацеей для тех, кто страдает от изжоги или расстройства желудка. Ну, кстати, вот я тебе скажу, что касается черного мороженого и жареного. Но ничего удивительного в этом нет. И в Бресте тоже можно попробовать в последнее время. Кстати, вот жареное не очень. Ты пробовал? Еще нет, но новинки, конечно же, удивляют и радуют жителей нашего города. Классические, настоящие, натуральные. И, конечно же, за те завтраки, которые готовит наш бренд-шеф Иван Гринин, на этот раз учимся готовить брускетту – традиционное итальянское блюдо. Доброе утро! Готовьте брускетту на завтрак. Хотя многие считают, что брускетт – это обычный бутерброд, но то количество ингредиентов, которые я буду сегодня использовать, даст нам полноценное блюдо. Приступим! Чтобы приготовить брускетту с фасолью и каперсами, вам понадобятся сваренная фасоль, белая или красная, кусочки хлеба чиабата, поджаренные в тостере, свежая зелень по вкусу, сладкий болгарский перец, оливковое масло, кедровые орешки, вяленые томаты, каперсы. Процесс приготовления этой закуски достаточно простой. Моем, очищаем от семян и плодоножки сладкий болгарский перец и нарезаем его кубиком. К сладкому желтому болгарскому перцу добавим мелко нарезанную свежую зелень, петрушки и укропа. Уже аппетитно! Продолжим готовить начинку для брускетта. Такая закуска будет выигрышно смотреться на любом праздничном столе. Заправим оливковым маслом и добавим для сытости кедровые орешки. Сушеные томаты придадут закускам неповторимый вкус и аромат. Соединяем и добавим еще консервированные каперсы. Теперь сваренная заранее белая фасоль добавляем к нарезанным ингредиентам для закуски и все тщательно перемешиваем. Начнем собирать брускетту. Полученную смесь выкладывайте на подсушенный хлеб. Важно, не намазываем, а именно равномерно выкладываем. И, конечно, в завершение украшаем веточкой розмарина. Ну что, посмотрите, выглядит прекрасно. И самое главное, вкус. С вами Шевкова Родель Армитаж. Гринемилов. Приятного аппетита! Уважаемые телезрители, запоминайте рецепты. И, конечно же, готовьте такие вот идеальные завтраки вместе с нашей программой. И участвуйте в создании нашей программы. Уважаемые друзья, мы ждем ваши сообщения, ваши рецепты. Как же провести день свой идеально? Как же настроиться на день идеально, чтобы он прошел в хорошем настроении? Ждем ваши оригинальные советы на наш номер в Вайбере. 821-55-55. И как же хорошо, что наши телезрители присылают свои советы к нам на наш номер в Вайбере. Вот, к примеру, Михаил, чей номер заканчивается на две восьмерки, говорит, что каждый день и каждое утро необходимо окружать себя людьми, с которыми комфортно находиться рядом. Почаще вспоминайте о своих настоящих друзьях, при любой возможности звонить им или бежать к ним. Ну и, конечно же, получать новый заряд энергии и сил. Спасибо, Михаил, очень дельный совет. 821-55-55 наш номер, уважаемые друзья. Ждем ваши советы. Самый оригинальный совет получит скидку в 50% на стрижку от парикмахера Максима Бурковского. Так что, уважаемые друзья, пожалуйста, ждем ваши сообщения, может быть, фотографии, которые удивят нашу студию. Да, может быть, ваше утро сегодня тоже по-настоящему идеальное. Пожалуйста, высылайте нам фото на номер вайбере 821-55-55. Но мы продолжаем получать советы. На этот раз Екатерина говорит, что правильная книга в любое время суток не только сделает день и утро идеальными, но и залечит душевные шрамы, научит, подскажет и обязательно направит день в нужное русло. Тоже верно. Кстати, да, многие советуют с утра пораньше прочитать литературу, даже иногда проснуться немножко раньше, на 15 минут будильник поставить пораньше, для того, чтобы прочитать хотя бы одну главу своей любимой книги, либо ту книгу, которую вы себе наметили прочитать за ближайший месяц. Так что спасибо вам большое за этот дельный совет, скажем так. А еще необходимо мечтать, как можно чаще, как можно больше, потому что у любой мечты есть очень приятная особенность – сбываться. И совсем недавно сбылась мечта детства многих людей. Жвачка никогда теперь не потеряет свой вкус, и жевательную резинку с вечным вкусом изобрели в Японии. Единственная сложность в том, что пока еще ее не удастся купить в обычном магазине. Это электрическая жвачка. Выглядит она точно так же, как обычно, но в нее встроено маленькое устройство, которое во время жевания вырабатывает электрический ток. Человек совсем не чувствует разряда, как, впрочем, и боли, однако ощущение вкуса не заканчивается в то время, когда человек ее жует. Здорово? Новинки, которые появляются в жизни людей. Будем ждать, когда же она появится на прилавках магазинов нашего города. Опасно все-таки электрический ток. Я бы не рисковала. К тому же говорят, что жвачку можно жевать не более чем 5 минут. Поэтому эта вот вечная жвачка, она, мне кажется, не такое уж и полезное изобретение, как и могло быть. Детям понравится. Детям жвачка точно понравится. Но мы надеемся, что ваше утро не просто идеальное, но еще и вкусное. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро, Брест! Доброе утро, Беларусь! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брест! Всем хорошего настроения! Брест, хватит спать, просыпайтесь! Доброе утро, Беларусь! Встречайте утро нового дня с Беларусь-4! Доброе утро, друзья! Это программа «Утринья эспрессо». Здорово, что вы с нами. Сразу напомним, что работаем в прямом эфире 21 55 65. Можно и нужно задавать вопросы нашим гостям, которые уже присоединились к нам. А у нас в гостях старший научный сотрудник Брестского областного кровеческого музея Олег Владимирович Анисимов, а также журналист, наша коллега Лилия Тимофеевна Иванова. Доброе утро! Доброе утро, Лилия Тимофеевна. Вы были в числе первых людей, которые открывали Брестскую студию телевидения. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. Чем занимались в стенах телерадиокомпании? Мы занимались тем же, что и вы. Только у нас оборудование, все было очень, можно сказать тогда, примитивным. Но столько было энтузиазма. Мы все продумывали сами. У нас было всего 9 человек. И в старом здании, где сейчас там другие какие-то предприятия находятся, потом уже построили вот это здание. Но я скажу вам, что мы... Это была наша жизнь. Это не была наша работа. Мы горели желанием. И это... Мы учились этому телевидению, потому что это было первое. Никто не знал. Было 5 телевизоров вообще в городе Бресте. И для того, чтобы наши родные могли увидеть нас в эфире, им приходилось к гостям, у кого были телевизоры. Вот я работала тогда еще в первой Ритах Лимонкова, ну, Ермашкевич главным редактором. Потом уже пришел к нам директором Бояшов. Ну и так далее. Я отработала 14 лет здесь и в редакции молодежной редактором. И потом вела все свои передачи. Какое-то время замещала диктора. А потом в 74-м году я уехала в Ленинград и там продолжила работу на Ленинградском телевидении. Очень здорово. Приятно вас видеть в нашей компании, в нашей программе. И ведь не случайно мы тоже вас пригласили. Вы ведь сейчас являетесь инициатором выставки, которая проходит в Брестском областном Кривейском музее. «Жизнь и судьба вице-адмирала Вениамина Александровича Полянского». Расскажите, пожалуйста, о Вениамине. Кто это был? Вы с ним вместе учились. И почему именно ему решили посвятить выставку? Вы знаете, дело в том, что у нас выпуск был замечательный. Вот мальчишки наши очень достигли многого, в отличие от женщин. И мы как-то думали, что Вена, он так же, как и все, как мы тогда называли, черный полковник. И мы как-то даже немножко как бы обижались на него, что он не приезжает на наши встречи одноклассников. Но когда, спустя 43 года, я вообще о нем ничего не знала, встретилась с ним случайно, и я узнала, какого масштаба эта личность. Что это действительный государственный советник. Что это лауреат государственной премии Советского Союза. Что это член-корреспондент инженерной Петербургской академии военно-морского флота. Что он главный заказчик кораблестроения, всего кораблестроения, то есть океанского, морского и прибрежного кораблестроения Советского Союза. Он отвечал за атомный щит Советского Союза, один из участников. То есть ему подчинялись, он руководил 41 завод Советского Союза. От Калининграда до Владивостока, от Западной лицы до Николаева. Он также курировал более 35 конструкторских бюро, 23 института научно-исследовательских. То есть это личность крупного масштаба. Притом, это подробнее расскажет коллега Олег Владимирович. А я хочу сказать, какой он был как школьник, когда мы сидели. Он закончил здесь, в Бресте, белорусскую школу. Представляете, мы оба русские, но приехали сюда после войны, наши родители. И он закончил с отличием, на белорусском языке все предметы велись. И когда он пришел к нам в восьмой класс, в наш класс, он плохо говорил уже по-русски. И мне пришлось помогать ему. А он мне помогал по математике, мы это делали у меня дома, домашние уроки, все. Но кто мог тогда предположить, хотя у него мечта была. Там в первом классе, как он говорит, учительница показала им четыре фото военнослужащих. Танкист, моряк, пехотинец и летчик. И он тогда в первом классе пальчиком ткнул, я говорю, хочу быть моряком. Уже в то время. В то время, в первом классе, в 1946 году. И когда в девятом классе пришло время выбирать эту профессию, он вдруг читает в газете «Красная звезда», что есть в Ленинграде такое училище, элитное училище, высшее военно-морское имени Держинского. Он подал туда заявление. 35 человек на место было, он поступил. И он стал, да, корабелом. Причем его назначили после окончания училища, он окончил с отличием училища, назначили на надводные корабли, на эсминец. Но он настолько был настойчив, упрям, такая дисциплина была. У этого человека очень было развито чувство чести, достоинства, дисциплины, организованности. И вот такой ответственности и служения Родине и мечте, и делу. Я думаю, что это была вообще когорта людей, которых это все отличало. И на выставке, когда приехали вот его друзья, я убедилась еще раз. Ну, не встречаются мне сейчас такие люди, я горда, что, я думаю, что и мои одноклассники, что этот человек достиг высот, и он единственный за всю историю военно-морского флота, занявший такую высокую должность, как начальник главного управления кораблестроения. По специальности. Там были и другие. Но он как инженер корабел и возглавлял. И потом, даже когда он ушел уже на пенсию, он 10 лет еще на гражданке продвигал эту технику и служил военно-морскому флоту, он побывал во многих государствах. И вообще очень любил Брестскую землю. И он хотел сюда вернуться. И когда я снимала фильм о нем, то... А, кстати, вот фильм этот где-то можно увидеть? Он у меня, я автор фильма. А в открытом доступе он есть? Нет, в открытом еще нет. Нет, ну может, нет. Я еще думаю, потому что есть такое желание показать его у участников, у его коллег в Министерстве обороны Российской Федерации. Вот если там это будет, ну, как-то поговорим об этом. Я думаю, что об этом все, ведь можно будет узнать именно на выставке, правильно? У нас есть небольшой видеоматериал. Предлагаем посмотреть вам и нашим телезрителям. Пожалуйста. А позже обсудим саму выставку. Вот, давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями, пожалуйста. Это те материалы, которые посвящены, собственно говоря, человеку, о котором вы рассказывали. Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, что представлено на выставке? Выставка была создана благодаря Лилии Тимофеевне. Именно она, собственно говоря, и познакомила нас с этим человеком замечательным, заслуженным. И еще можно массу различных превосходных эпитетов использовать. И надо сказать, что выставка, ну, это такой процесс творческий. И по-разному бывает. Долго складывается, недолго. Вот я хочу сказать, что эта выставка сложилась буквально за несколько дней. Вот как будто какие-то силы сверху, что ли, помогали нам ее подготовить. Материалы, которые, значит, представлены на выставке, были переданы самим еще Винамином Александровичем, его семьей, родными, близкими. И они уникальны в том плане, что они подлинные. Это все из личного архива, личные вещи. Это оформленная одежда. Это модели подводных лодок, на которых он и служил в свое время на Северном флоте. И участвовал в их разработке и строительстве и передаче флоту. То есть есть на что посмотреть. Все практически периоды его замечательной такой жизни отражены в экспонатах этой выставки. И поэтому людям, которые, как и мы, наверное, тоже ничего не знали об этом человеке, думаю, будет очень интересно познакомиться с его судьбой, увидеть подлинные предметы, принадлежавшие вице-адмиралу Полянскому. А скажи, до какого числа появится? Выставка будет работать до 25 ноября в выставочном зале Брестского областного краеведческого музея. Прямо сейчас у вас есть возможность пригласить наших телезрителей. Да, вот я и хочу пригласить всех жителей города, гостей. Просто прийти и узнать об этом человеке. Я думаю, что всегда интересно узнавать о каких-то новых людях, о которых не знал. Ну и, собственно говоря, не просто людях, а таких замечательных, каким был Винамин Александрович Полянский. Приглашайте всех от Мала до Велика. Да, от Мала до Велика. У нас даже на открытии присутствовали дети из клуба юных моряков. И еще люди, я думаю, будут приходить. Вне зависимости от каких-то там принадлежностей к флоту, я думаю, это будет интересно всем. Так что Брестский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Жизнь и судьба вице-адмирала Винамина Александровича Полянского». А со скольки до скольки можно посетить выставку? Значит, выставку можно посетить с 10 часов утра до 17.30. Спасибо огромное. Кроме понедельника. У нас в окрестной понедельник. Здорово. Спасибо. К сожалению, наше совместное эфирное время уже подходит к концу. Спасибо за то, что были с нами. Обязательно вместе с нашими телезрителями тоже придем на выставку. Спасибо за то, что поделились и проявили эту инициативу. Спасибо. Нашим телезрителям мы напомним, что у нас в гостях был инициатор выставки, и наша коллега, журналист Лилия Тимофеевна Иванова, а также старший научный сотрудник Брестско-областного Кровеческого музея Олег Владимирович Анисимов. И как уже сказал Олег Владимирович, очень важно, когда человек чем-то увлечен, и когда его имя входит в историю. Мы сейчас будем говорить о людях, которые занимаются творчеством, и мы уверены, в скором времени обязательно о них будут слагать легенды, о них будут много рассказывать, и, конечно же, их произведения искусства обязательно будут выставлять в музеях. Мастерская по керамике в Пружанском районе, как она выглядит и чем там занимается, узнавала Диана Мещук. Как в жизни, так и в творчестве. Главное войти в свои двери. За дверью паркового флигеля музея-усадьбы Пружанский палацик тихо поскрипывает гончарный круг. Запах сырой глины приятно щекочет нос. Двое мужчин колдуют над пока что бесформенным куском глины. Геннадий, младший мастер, с детства посещал кружок по мелкой пластике под руководством Виталия Ивановича Романовского. С тех пор душа и руки будто прикипели к податливому материалу. Есть, то есть, живой материал, ну и с него уже делаешь, что нравится. Круг крутить кому-то, то есть нравится, тот крутит. А вот с пластикой, если больше, ну, конечно, на начальном этапе надо учиться с мелких вещей, то есть такие, как свистулька, ну, шкатулки, там, сундучки, что-то подобное. И хотя гончарный круг Геннадий крутит не так давно, с глиной он уже на ты. Без жалости сдавливает серые комочки, пришлёпывает и мнёт, чтобы она стала однородной, гладкой, без единого пузырька воздуха. В зелье, когда крутишь, ну, бывает, что попадают, то есть, пузырьки вовнутрь. Ну, и это уже, то есть, может привести к браку. Для этого она перебивается и потом вот прессуется в такой хорошенький шарик, чтобы лишний воздух ушёл оттуда. Геннадий не только учится сам, с нетерпением ждёт на кружок новых учеников. Всегда рядом неизменный его учитель Виталий Романовский. Истоки любви к глине он также ищет с детства. Около дома бабушки, где часто отдыхал летом, был кирпичный завод. Рядом целые горы глины. Так, из мальчишеского развлечения податливый материал превратился в дело всей жизни. Поступил в нашу школу кружевскую, в класс Георгия Филипповича Печникова. Закончил художественную школу в 19-м году. Поступил в Минское художественное училище, на отделение скульптуры. Там получился 4 года. И потом начал заниматься сам самостоятельно. Виталий работает в мастерской всего 2 месяца. А на полках уже выстроились ровными рядами кувшины, тарелки, свистульки в технике молочения. Рецепт молочения керамики очень прост. После обжига изделия покрываются молоком и нагреваются до температуры около 300 градусов. Глина приобретает дополнительные гигроскопические свойства, то есть водооталкивающий эффект повышается. Ну и плюс декоративные, можно какие-то моменты такие. Интересные получаются узоры после молочения. В целом инициатива возрождения аутентичного ремесла керамики как катализатора развития камерного туризма на Пружанщине принадлежит районному экологическому общественному объединению «Агротур». Идею поддержали не только местные власти. Она попала в число победителей проекта «Содействие и развитие на местном уровне Республики Беларусь», который финансируется Европейским Союзом и реализуется программой развития ООН. Сначала мы хотим восстановить, скажем так, сами формы вот этих изделий, которые здесь тоже представлены. И на перспективу, конечно, черно-нощеное тоже. Есть те, кто помнит и кто готов передать свои знания и умения другим. А значит, восстановление уникального забытого ремесла, которым когда-то пружаны славились на всю Европу, обязательно произойдет. Как сделать свой день идеальным? Вот такой вот вопрос сопровождает всю нашу программу, всех наших телезрителей, которые смотрят программу «Утренний эспрессо». Мы задаем вам, уважаемые друзья, присылать свои оригинальные советы на наш номер вайбере 821-5555. Как же сделать свой день идеальным? И хорошо, что наши телезрители делятся своими рецептами хорошего настроения. И вот Елена нам пишет, что доброе утро всем, кто работает утренним эспрессо. Доброе утро и вам, Елена. Наш клуб «Осенний марафон» посещает Беловежскую пущу. Ездили к знаменитому царь Дубу. Едем даже, когда немного не здоровится, и возвращаемся с хорошим настроением и позитивными мыслями. Советуем всем. Так что вот такой вот идеальный день получается. Путешествие и экскурсия по нашему Брестскому региону. Конечно, по знаменитым историческим местам. Спасибо вам большое за этот отдельный совет. Жилома Наталья нам выслала очень интересную картинку, которая определенно нас с вами взбодрит и настроит на правильный день. Доряжена позитивом. С добрым утром. Начните свой день с улыбки. Прекрасно. Начинаем. И вы присоединяйтесь, пожалуйста, Наталья и все телезрители программы «Утренний эспрессо». Улыбайтесь вместе с нами и делайте свое утро идеальным. Ждем ваши советы, уважаемые друзья. 821-55-55. Присылайте нам свои советы на наш номер в Айбере. Самый оригинальный совет получит сертификат, скидку в 50% на стрижку от Максима Бурковского. Говорят, для того, чтобы сделать свой день идеальным, необходимо хотя бы одно доброе дело совершить. И прямо сейчас у нас с вами есть такая возможность, друзья. Познакомим вас с теми братьями, нашими меньшими, которым очень нужен кровь над головой. Возможно, кто-то из вас в скором времени примет их в свою семью. Смотрите внимательно. Знакомьтесь, это Ева. Собака, которая нуждается в чутком хозяине. Она уже не молодая, со слабым зрением. Ева была найдена год назад с переломами таза. Четверо суток пролежала в озере. Видимо, кто-то сбил машины и бросил, наверное, гибель. Но Ева выжила. Волонтеры помогли ей восстановиться. Это очень спокойная собака. Все, что ей нужно – покой, комфортная теплая лежанка и вкусная еда. И, конечно, понимающий и любящий хозяин. Малышка Дели пяти месяцев ищет дом и надежного хозяина. Очень нежная и ласковая кошечка-кокетка. У нее обворожительные голубые глазки, белая плюшевая шубка и замечательный характер. Маленькая леди достойна самого лучшего. А за заботу и ласку отблагодарит вас в лучших кошачьих традициях. Дели привита от вирусов и бешенства. Лоток и когтеточку знает на пять с плюсом. Для тех, кто готов взять нового члена семьи, помните, животное в доме – это ответственность. Но затеплоет заботу, а они отблагодарят вас доверием и принесут много радости. Гороскоп обещает Овну достойную подработку, благодаря которой кошелек заметно пополнится. Возможно, помощь от состоятельного человека, друга или родственника. Телец проявит свою природную рациональность во всем, за что возьмется. Главное, чтобы полученные деньги не ушли на развлечения и безудержное веселье. Гороскоп советует близнецам отречься от всего нелюбимого, особенно скучной работы и надоедливых ухажеров. Вот тогда жизнь заиграет радужными красками, а оптимизма прибавится. Урака есть шанс сменить место работы на более перспективное. Вас привлечет не только высокий оклад, но и необычная специальность и дружеский коллектив. Гороскоп советует Льву сопротивляться соблазну скупить все, что попадет на глаза в магазинах, иначе вы вернетесь домой с кучей ненужных вещей. Деви эффективнее вложить накопленные средства в личный бизнес, чем устраивать ежедневные шоппинги. Толка от них будет мало, а деньги разлетятся. Гороскоп предупреждает весов, что сегодня тяга к власти и агрессивным выпадам слишком велика. Значит, будьте внимательнее к своим словам и поступкам. Сегодня отличный день, чтобы Скорпион подвел итоги в рабочей сфере. Если вы что-то завершили, то собирайте урожай. Начальство от вас в восторге, поэтому выше голову. Гороскоп предсказывает Стрельцу поддержку влиятельного лица, а также советы отделовых партнеров. Ни от чего не отказывайтесь, иначе упустите перспективные возможности. Позиции Козерога в работе и авторитет заметно укрепятся. У вас даже настроение повысится до высокой отметки. Не вздумайте доказывать свою правоту в коллективе, это не сыграет вам на руку. Гороскоп предсказывает Водолею удачный день для бизнеса, особенно если он касается технической сферы. Вы получите хорошую прибыль, а также вложите часть денег в качественный товар. Рыбы так завысят свои возможности, что на них уже утром обрушится шквал ошибок и проблем. Хорошо, что рядом опытные помощники, иначе выбираться придется долго. Возвращаемся в студию прямого эфира, уважаемые друзья. И прямо сейчас мы готовы представить очередного гостя, которая пришла к нам в гости, дорогие друзья. У нас в гостях Татьяна Викторовна Белаш, педагог-методист отдела технического творчества Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. Доброе утро, Татьяна Викторовна. Доброе утро. Доброе утро. Объединение по интересам, веб-конструирование. Что это такое? Расскажите нашим телезрителям. Ребят, которые приходят заниматься в объединении по интересам, веб-конструирование, мы учим создавать сайты различными способами. Работа в нашем объединении ведется в двух формах. Это дистанционная форма обучения и очная форма обучения. Ребята, которые не могут посещать занятия на неделе, два раза в неделю проходят занятия по два учебных часа, могут позволить себе записаться в дистанционную форму обучения, что позволяет им на расстоянии с педагогом общаться и решать какие-то учебные вопросы. Достаточно удобно и современно, скажем так, да? Веб-конструирование сейчас это популярное направление, скажем так, поскольку практически у каждого, не знаю, скажем так, бизнеса, предпринимателя, какой-то организации есть свой сайт. Правильно? Такая достаточно актуальная тема для разработки. Скажите, как дети активно приходят к вам за последние годы? Есть ли какая-то статистика? Детей становится больше, которые именно увлекаются веб-конструированием. Это направление всегда очень востребовано было. Я уже работаю с ним три года, но, к сожалению, набрать больше, чем я могу набрать, я в группу детей не могу. Группа ограничена количеством 12 человек. И учитывая то, что я только совместитель в нашем центре дополнительного образования, основная деятельность методическая, я могу набрать максимум 36 человек. Поэтому очереди есть. Детки в течение учебного года немножко меняются. И, в принципе, проблем с набором и наличием деток у нас в этом направлении нет. Ну, создание сайтов, как мне кажется, это очень длительный и сложный процесс. А с какого возраста ребенок может этому научиться? Детки у нас приходят с 13 лет. Мы не ограничиваем возраст. Если, допустим, учащийся поступил в высшее учебное заведение, либо в колледж, мы их тоже берем. Ну, по программе у меня ограничения до 17 лет. Ну, если вдруг, есть исключения. Ну, это, наверное, в основном мальчики, правильно? Или девочек тоже интересуются? Есть и девочки. Есть девочки, которые очень даже на уровне по сравнению с мальчиками. Да, есть девчонки. Их, конечно, меньше процентов 30, если по статистике смотреть. Ну, есть, да. Есть такие личности. Скажите, за какое время уже можно научить ребенка языку программирования, чтобы он создал какой-то хотя бы простенький, но уже сайт? Ну, на реализацию моей образовательной программы у нас уходит ровно год. Значит, в программу входит изучение таких тем, как основы веб-конструирования. Это у нас каскадная таблица стилей, что позволяет научить детей создавать более динамичный сайт. И немножечко мы изучаем основы программирования JavaScript. И, в принципе, если ребенок заинтересован вот в этой деятельности и прикладывает еще дополнительные свои усилия, находясь дома, скажем так, в своем окружении, среди друзей, и занимается дополнительно вот этим, то он, в принципе, может уже профессионально заниматься. Есть такие у меня учащиеся, которые, в принципе, отработав со мной год, поработав еще летом на каникулах, скажем так, уже работают, подрабатывают в частных структурах. Не как верстальщики основные сайтов, но, в принципе, уже, скажем так, навык они набирают и помогают наполнять контентом определенные работы, скажем, проекты. Мне кажется, что наших телезрителей определенно не могла не заинтересовать эта тема, поэтому мы вам напомним, друзья, что работаем в прямом эфире. И наш номер телефона 21 55 65. Если у вас есть какие-то вопросы к Татьяне Викторовне, пожалуйста, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. 21 55 65. Татьяна Викторовна, расскажите, как часто проходят занятия, сколько нужно уделять времени, чтобы уже научиться писать сайты? Если говорить об очной форме обучения, то детки к нам приходят два раза в неделю по два учебных часа. Год, уже повторюсь, достаточно для того, чтобы изучить основы и понять вообще специфику работы с проектами, с веб-сайтами. Дистанционная форма обучения. Ребята у нас выделены в учреждении три учебных часа. В которые я должна вложиться для подбора материала ребятам, которые я направляю в закрытую группу ВКонтакте. Мы работаем через ВКонтакте. И, конечно, в эти три часа учебных я, как правило, для себя еженедельно ставлю час для того, чтобы детки могли приезжать ко мне в учреждение, если вдруг необходима консультация, и, как говорится, воочию со мной решать проблемы, которые возникли в процессе изучения темы в течение недели. Поэтому я думаю, что четыре часа в неделю – это достаточное время для того, чтобы ребёнок мог понять основы и далее уже углублял по мере своей необходимости, скажем так. А что, каждый этому может научиться? Или вы сразу видите предрасположенность ребёнка? Знаете, я хочу сказать, что, конечно, уровень подготовки у учащихся разный. Мы не можем одинаково шить или плясать. Кто-то справляется на все 100%, и этих деток мы, конечно же, замечаем и отправляем участвовать в каких-то конкурсах. Есть детки послабее. Но, скажем, для меня лично, как для педагога, как для мамы, и стаж работы у меня уже не один год в образовании, для меня нет нетворческих детей. То есть, в любом случае, каждого ребёнка ты можешь научиться каким-то азам. Пусть он будет сделать меньше, но он поймёт специфику. Может быть, он не сейчас разберёт эту тему. Может быть, он придёт к тому, чтобы понять её и разобрать на стопроцентном уровне, скажем так, через год. И такие учащиеся у меня есть, которые, например, первый год, когда я работала с этим объединением по интересам, не будем называть имён, скажем, был мальчишка такой, который не освоил программу на все 100%, как я планировала. Но он пришёл ко мне через год, то есть уже повзрослев, осознав. И он настолько даёт результаты, что да, с новыми силами, что я очень довольна, да, что есть такие детки. Поэтому всех деток можно научить. Может быть, не в той мере, в которой хотелось бы, но все творчества. Вы сказали, что лучше работы отправляете на какие-то конкурсы. Вы пришли к нам с дипломом. Расскажите, где вы участвовали, что это за награда. Да, в этом учебном, в прошлом учебном году, прошу прощения, нам довелось поучаствовать от Брестской области команды в конкурсе профкомпетенции Junior Skills, который проходит в республике. Это республиканский конкурс. Он проходил, прошу прощения, всего лишь второй раз. Значит, заняли мы третье место, да. А что нужно было сделать для того, чтобы получить диплом? Давайте покажем нашим телевизорителям. Для того, чтобы получить диплом, мы работали, значит, если немножечко о конкурсе говорить. Четыре дня мы были в Минске. Два дня, из которых детки должны были писать сайты. Два дня у них были различные задания. Например, в первый день они работали четыре часа, как говорится, не отходя от своего инструмента. Необходимо было восстановить сайт, имея только изображение и набор каких-то картинок. А второй день ребята должны были также найти ошибку, восстановить СС-код и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, работа современного программиста. Слушайте, здорово, что не с готовым сайтом, а прямо там выполняют задания. Знаем, что Павел Кузьмук должен был прийти к нам в эфир, но, к сожалению, заболел. Мы передаем ему привет и, конечно же, побыстрее выздороветь и, конечно же, занимать высокие места на таких вот конкурсах и писать очень грамотные сайты, которые сейчас пользуются популярностью. Я же говорю, компьютерных гениев, простите, мне кажется. Удачи вам. Ну и давайте пригласим наших телезрителей, которых это заинтересовало. Пожалуйста. Ну, учитывая то, что я являюсь методистом отдела технического творчества, в первую очередь я хочу пригласить не только к себе в объединении по интересам, хотя я рада всем ребятам, которые приходят, родителям, которые приходят консультироваться к нам. Я хотела бы пригласить, в общем-то, в наш отдел технического творчества, Центра дополнительного образования. У нас есть различные кружки, которые, скажем так, на любой вкус, для любого возраста. Детки смогут у нас в отделе научиться и моделировать технические какие-то средства, и конструировать. Мы работаем с сайтами, мы работаем с компьютерной графикой, мы учим деток среднего, младшего, школьного возраста писать проекты в программах «Скрэйч», что очень популярно также в республике. Мы учим их, скажем так, подтягиваем по программе школьной, обучая их офисным программам. То есть, в принципе, я думаю, что каждый, пришедший к нам в отдел, найдет себе занятие по вкусу, и мы будем всем очень рады. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Мы нашим телезрителям напомним, что у нас в гостях была Татьяна Викторовна Белаш, педагог-методист отдела технического творчества, руководитель объединения по интересам веб-конструирования, Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. А сейчас узнаем о профориентационной работе, которая проводится в Брестском регионе. Оставайтесь с нами. Вопрос выбора будущей профессии остается важным во все времена. И в идеале, конечно, определиться с этим еще в начале пути, перед поступлением, чтобы не терять времени. А возможно, окажется, что университеты и вовсе не понадобятся для того, чтобы заниматься делом всей жизни. При выборе профессии необходимо учитывать три основных компонента. Первый компонент – это «хочу». «Хочу» – это наши профессиональные интересы, наши желания. Это очень важно для того, чтобы мы хотели находиться в этой профессии, чтобы мы хотели в ней развиваться, расти, чтобы мы с интересом ходили на работу. Далее, следующий компонент – это «могу». В «могу» относятся наши природные способности, природные таланты. И третий компонент – это «надо». Здесь необходимо понимать, какие профессии будут востребованы на рынке труда. Так как мы живем в эпоху стремительного технического прогресса, соответственно, многие профессии через 10-20 лет просто исчезнут. Понять, чего вы хотите, что можете и что будет актуально, помогут специальные профориентационные тесты. Они учитывают ваши предпочтения, способности и таланты, а на выходе выдают целый перечень возможных профессий. Далее вместе с психологом вы определяете, что вам из этого больше подходит. А можно попытаться сделать все и самостоятельно. Можно посмотреть такие тесты, как «карта интересов Голланштока», можно посмотреть тест Керси, можно посмотреть тест Голланда, также дефицитенциальный диагностический опросник Климова. Основные ошибки при выборе профессии подросткам, к примеру, первое – это не выбирать профессию за компанию. Следующее – необходимо, конечно же, понимать свои интересы, свои способности. Необходимо понимать свои состояния здоровья, так как иногда бывают хронические заболевания, которые могут сказываться на профпригодность к той или иной профессии. Следующий момент – необходимо профессию изучать с различных сторон. Ее плюсы, ее минусы есть. Еще один принципиальный момент – не выбирать профессию под давлением родителей. Да, порой это сложно, но очень важно принять решение самостоятельно, ведь никто, кроме вас самих, не знает вас лучше. Тут я понимаю, что я хочу связать свое будущее с помощью к людям, и я думаю, что я буду функционерством, либо что-то связанное с публицией. Самое главное, что я узнала, это то, что нельзя следовать за кем-то. То есть, если у тебя вдруг пошел куда-то, там, в какую-то технику, то нельзя идти за ним, так как у тебя есть свои предпочтения, у него свои. И если ты пойдешь вместе с ним, то это большая ошибка. Не зря мудрецы говорят – выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня. Еще раз доброе утро, друзья! Друзья спрашивали о том, как же сделать свой день идеальным. И мы с Артемом все-таки пришли к выводу о том, что необходимо добавить в него чуточку волшебства, хотя бы немножко. И в этом нам поможет наш следующий гость – Павел Щербак. Уважаемые друзья, фокусник, финалист шоу «Я могу» – Павел Щербак. Доброе утро, Павел! Привет-привет! Как настроение? Утреннее, под утреннее эспрессо вообще супер. Есть ли какой-то секрет у фокусника, как же поднять себе настроение, как же зарядиться на хороший, позитивный, продуктивный день? Фокусников, Артем, заряжают люди, и когда он им фокусы показывает, они свою энергию ему отдают, и он ходит счастливый всегда. Так что самые счастливые люди на улицах – это фокусники всегда. Ну, ведущие утреннее эспрессо, конечно. Ну, естественно. А если они в тандеме работают, так вообще просто замечательно. Это просто 150%. Паш, расскажи о своем увлечении. Как давно занимаешься фокусами? Ой-ой-ой. Так, как давно? Ну, наверное, шел далекий 2012 год. Вот. И, может быть, даже раньше чуть-чуть. И, как, наверное, 90% любых фокусников, как-то мне попался на глаза в интернете ролик. Я посмотрел, посмотрел, как что там происходит. Мне это понравилось. Я подумал, у меня же вроде пальцы ровные, руки ровные. Я смогу, в принципе, повторить все то же самое. Попытался повторить это. Вроде бы получилось. Пошел к друзьям повторить. Они тоже сказали, ну, ничего себе. Вроде бы как-то что-то и у тебя получается. Я тогда еще в университете учился. Это были одногруппники. Потом к друзьям. И пошло-поехало. И уже шел 2018 год. Скажи, а про первые фокусы ты сам как-то догадывался? Про механизм показа фокуса? Потому что, ведь говорят, фокусники не делятся своими секретами. Даже с ведущими утреннего эспрессо, да? Это не врут. С ведущими утреннего эспрессо они делятся. А вообще делятся, да. И у меня друзья еще, кроме меня, еще в Бресте есть тоже ребята, с которыми мы часто встречаемся. Ну, один человек, так это точно, с которым часто встречаемся. И, в принципе, я даже хочу сказать, что он больше для меня рассказывает секретов трюков, чем я для него. То есть вы можете обменяться опытом, поделиться секретом? Да, конечно. Кто дружит, кто в каких-то теплых отношениях друг с другом, то это совсем не суперконкуренция какая-то, вплоть до того, что там нет, что-то разоблачать. Друг другу, конечно, можно поделиться секретом, рассказать. В принципе, мы какой-то реквизит одолжаем даже друг другу. Самой частой этой карты всегда не хватает в самый нужный момент какой-то колоды, потому что у нас в Беларуси таки мало где продаются, и всегда можно доложить, поэтому это совсем не проблема. И, в принципе, делятся секретами. Мы так понимаем, что ты готов удивить не только нас, но и наших телезрителей. Начнем? Ну, можно. Вы хотите, да, начать? Давайте. В принципе, можно. Ну, я сегодня подготовил не супертяжелые трюки такие, чтобы было прям эффект вау. Вот такое попроще, чтобы вам было понятно все и, в принципе, мне было понятно все. Все предельно просто. Кружка, стакан, обычный стакан, обычный шарик, обычная палочка, обычный коврик. Можно я кружку проверю? Конечно, конечно, да, да. Артем, тебе, да, волшебный шарик можно, можно. Обязательно нужно проверить волшебный шарик. Здесь нет двойного дна. Волшебный коврик тоже нужно проверить. Давайте его прощупаем. Суперфантастический. Возможно, есть какие-то секреты. Пружины, да, тут вшиваю, да, говорят. Что только не делать. Может, какая-то дырочка есть, куда может проваливаться этот шарик. Да вроде нет, Артем. Я проверила, пока вроде нет, все целое. Да, но здесь сомнительно, нет? Сомнительно, да, нужно. Я ожидаю подвох. Ну, пока еще ничего пока не было. Ну, посмотрим, что же будет. Мне два очка за попадание, видишь? Главное попасть вовремя. Ну, что делал фокусник, да? Он брал шарик, бросал стакан, начинал трясти. Дальше он спрашивал у ведущих утреннего эспрессо, где будет находиться шарик. Я забыл закатать рукава, но это не всегда важно, да. Вот я уже первый раз обратил внимание на рукава. Дальше он спрашивал, где будет находиться шарик. У вас будет три варианта ответа. Вперед под стаканом, второй вариант в левой руке, третий вариант в правой руке, в кармане. Ваши варианты, где он? В итоге он окажется где-нибудь у меня за спиной. Нет, правда, три варианта, правда. В правой руке, в кармане. В правой руке вот здесь, то есть, да. Ну, да, в левой руке ничего нет. На самом деле, да, в правой руке... Ой, тут под стаканом тоже ничего нет, да. Это всего лишь манипуляция, хитрые движения, да. Слушай, мне все заметило. Все просто. Теперь, да, теперь еще внимательнее. Один шарик, один стакан. Я положу стакан под шарик, дам подсказку, сколько шарика под стаканом. Один. Ну, один, да, один. Один, да, логично. Не был бы фокусником, если бы по щелчку пальцев не стало здесь два. Да, примерно так. Ну и вот, как-то так фокусники развлекаются. Как появился второй шарик. Нет, я не знаю, что это за механизм такой. А тут пружина специальная нужно подкрутить, на самом деле. И он появляется. Все-таки была эта пружина, понимаешь? Да, да. Ну, если два шарика вы не смогли заметить, да, то и лимон тоже под стаканом тяжело было заметить. Ух ты, ничего себе! Да, ну, я говорил, что вы почти догадались, что это специальный стакан, на самом деле. Вот вы смотрели дно, да, можно было проверить, что он не липкое тут или что-то здесь. Но все дело в стакане, это правда, в нем откручивается дно. Если вот крутить, то любая палочка пройдет сквозь стакан, примерно так это выглядит. Ну, ладно, это ерунда, конечно, ерунда, нет. Вот, ну, примерно как-то так, это такое небольшое. Ваш, ну, слушай, хороший фокус, он даже совмещен с юмором, как мы видим. Это же умение шутить. Это важная часть, потому что фокусная индустрия, лизионная индустрия, она тоже двигается вперед всегда. И, конечно же, люди хотят большего. И мы привыкли ждать чего? Голубей, шляпы, цилиндров. Ну, классики, кролик. Кролик обязательный вариант, да. Но вот я стараюсь от этого уходить, отходить как-то, чтобы людей удивляло еще что-то, кроме самой манипуляции. Вот, потому что, ну, например, на Западе уже люди давно пришли к этому, они понимают, что есть определенный набор каких-то трюков, и они уже сидят такие, ну, давай нас удивить, там, еще чем-нибудь. То есть это уже совсем немножко не то. Поэтому они пришли, есть такое понятие, у них комедий-мэджик, это объединение, логично, комедии и мэджик-магии, вот. И они все это сплели в одно русло, вот. Вот, и на Западе очень пользуются популярностью, кроме, ну, конечно, пользуются популярностью еще супер, всякие разные манипуляции руками, но это просто выстреливает, вот. И вплоть до того, что могут какие-то известные комедии личности, кто выступает там в стендапах, например, каких-то, они, в принципе, им объясняют, как делать один или другой трюк. И они в этом направлении тоже начинают как-то работать и очень успешно. А есть ли какой-нибудь фокусник или иллюзионист, которого, может быть, ты берешь пример или который сейчас очень популярен? Ну, в пример, есть, я беру себе, в пример, вот, ребят, которые работают в стиле комедий-мэджик, это Джефф Хоббса, но они все не из России, это все с Запада, Скотт Александр, тоже они с Запада, вот. Это просто титана, скажем так, вот, работая в том направлении, в котором я пытаюсь показывать трюки. Но есть, конечно, люди, которые просто разрывают, скажем так, все чарты. Сейчас America's Got Talent, есть такой суперкрутой проект, ну, у нас наши аналоги тоже были такие. И вот последний АГТ его называют. Его выиграл фокусник, как раз-таки Шин Лим, он великолепен, куча роликов на YouTube есть, можно посмотреть. Я первый раз, когда смотрел его, один из крутейших перформансов, там, 52 Shades of Grace, по-моему, называется он. Я просто, ну, приходилось каждые 2 секунды перематывать, смотреть, думать, как же так, как ты это делаешь. Просто ты какой-то невероятный тип, вот. И вот, Шин Лим сейчас, я думаю, что он в топах, и он очень, его имя везде мелькает, и стоит зайти в YouTube. Это, знаете, как определить человека, чем он занимается. Заходишь в YouTube и смотришь по предложенным вариантам, что тебе. Ну, вот у фокусников все предложенные варианты, это какие-то трюки там и так далее. То есть на просторах интернета достаточно роликов с участием знаменитых, популярных фокусников. Слушай, ну это в основном мужчины или все-таки девушки тоже участвуют? Есть девушки, есть девушки и в России, и в Украине есть одна девушка, очень хорошо показывают трюки. Но в основном это мужчины, как-то уж повелось, так вот. Хотя девушки тоже есть. Ну и мы знаем, что девушки в основном ассистентки. Да, кстати, вот у вас личная ассистентка есть? Нет, я еще не дорос до такого, чтобы ассистенток возить. Это дорого, нужны большие иллюзионы, которые очень много денег стоят. Это когда нужно ассистентку распилить или там как-то... Ратем, посмотрите, я посмотрел на вас. А, я понял, я понял. Ну вот. И вот что-то типа такого, там они прокалывают их мечами длинными или что-то в этом роде. Хотя вот Скотт Александр, у него есть трюк с ассистенткой, при том, что она работает в стиле Comedy Magic, опять же. И он там сажает ее в большую коробку, протыкивает ее мечами. И все очень красиво сделано, и не просто красиво, а самое главное смешно. И люди ухахатываются просто, как он это делает. Ну, конечно, все целые здоровые, невредимые в конце остаются у этого трюка. Но сам факт того, что он обычный иллюзион, обычно тяжело в иллюзион большое запихнуть кого-то, точнее, добавить женщину, чтобы это еще было смешно. Вот ему это удалось. Мне кажется, это лучший иллюзион в сфере Comedy Magic именно у него. Ну, сегодня мы переинтересно никого не будем. У Артема столько вопросов, у меня в голове вот один-единственный, откуда взялся этот лимон. Вот, понимаете, до сих пор не могу понять. Может быть, вы потом уже за кадром откроете нам секреты, или можете всем телезрителям рассказать. Я могу сказать, я в Европе его купил, поэтому, если кому-то надо, могу там рекламу сейчас. С магазина. Может быть, у наших телезрителей есть вопросы, дозванивайтесь, пожалуйста, в студию прямого эфира. 21 55 65. Ну, а вы расскажите, для чего принесли колоду карт. Ну, колода карт – это тоже неизменный атрибут фокусника у любого. Есть всегда колода карт, это очень важно иметь, потому что, в принципе, с лимоном, шариками, с палочкой можно показывать фокусы, а с колодой карт, так как тут 50, это самая стандартная колода, их тут 58, вот, можно показывать сколько угодно трюков, вот. Вот, неограниченное количество. Я тоже не буду показывать сложность трюков, потому что, в принципе, далеко, зрителям не очень будет видно, может быть, да. Я покажу трюк чуть попроще. Математический трюк, очень просто все. Да. Для этого трюка мне нужно будет 10 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять карт и ничего больше. Я не знаю, вы верите так фокуснику, что, ну, будете проверять, не будете. Конечно, будем, Павел, конечно, будем. Конечно, обязательно нужно проверять 10 лет карты. Ну, смотрите, я вам докажу, что вот это одна карта, вот это вторая, ну, вот, дальше дам вам посчитать, да, третью под низ тоже, нет, под низ, вот, переворачивайте ее вверх ногами. А, переворачивайте, еще нужно уметь правильно считать карты. Конечно, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь и те две, которые я добавил. Сколько? Вы точно две добавили? Конечно, конечно. Да, все, десять карт, все проверено, десять карт. Десять карт, да. Ну, вы держите, возьмите их вот прямо к сердцу себе положите, чтобы все, я ничего, да. Прижми к себе, чтобы добавить. Да, да, смотри, Артем, я буду пролистать карты, ты в любом случае скажи стоп. Стоп? Ту, да, ну, почти, почти, почти. Да, меня не интересует, меня не интересует, какая карта король, дама, там, или что, меня интересует цифра, вот, какая цифра будет там. Вот, это тройка, ну, тройка, и ладно, тут кроме троек, тут видишь еще много разных карт, да. Ну, 10 плюс 3 это 13, правильно? Да. Да, ну смотри, вот если одна карта сюда перелетит, потом перелетит еще одна, и потом перелетит еще одна, то 10 плюс 3 это 13, да, и ваша задача сейчас вот сюда начать складывать, считать вслух и говорить, сколько у вас тут карта, не, у вас, у вас, у вас, у вас, да. Неужели 12? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, стойте, стойте, да, да, и сейчас медленно. 11, друзья, 12, 13, да было же 10, я проверяла сама, ну как такое может быть? Это перелет карты из одной точки в другую, перемещение в пространстве, понятно, но ты же тоже видел, что было 10, или я что-то перепутала с математикой, я не дружу просто. Все, как и было, и я мог назвать в любой момент, остановить, вернее, когда необходимо было, это могла быть цифра 8, 6, 2. Да, да, это же могла быть цифра 8, 6, то есть я листал, Артем сказал, стоп, и я остановился в точности в том месте. Но это, это не то, что это чудеса, магия, да, конечно же, это ловкость рук, хорошие ассистенты, ассистентки, вот, главное, спеть вовремя договориться. Мы хотели тебе говорить, Артем. Паш, как много времени занимает подготовка одного трюка? Ну, сама механика, отработка техники какой-то, в принципе, ну для меня, для многих иллюзионистов это много времени занимает, для меня это тоже много времени занимает, но не очень много. В зависимости от трюка, это может быть, где-то нужно день потренироваться, где-то там больше, но сам факт, конечно же, что всегда, когда показываешь трюки, когда показываешь и зрителям, это одно всегда, когда сам дома тренируешься, это совершенно другое. И это стоит учитывать, поэтому без каких-то наработок, чтобы вот кому-то ходить показывать трюки, никогда ничего, ну, по ходу будешь всегда выяснять, где какой косяк, где что-то ты не доделал, где когда-то ты не смог там карту убрать в руку, там спрятать и так далее, то есть, ну, чтобы они заметили или не заметили. Все будет по ходу выясняться, конечно же, и это важный фактор. По поводу демонстрации, есть ли какие-то мероприятия, где телезрители могут прийти и насладиться магией? Ну, периодически у нас в городе, да, в некоторых местах, в некоторых заведениях такое делается, к сожалению, редко, потому что как-то вот, не знаю, у нас вот как-то люди на фокусе, вроде бы им нравится, когда показываешь, но как-то не идут. Хочу сказать, что из Украины должен был быть один фокусник, наверное, в прошлом году, веселья афиши, причем очень крутой он, и у него там куча премий разных, и я видел своими глазами, как он работает, ну, на самом деле, он молодец, вот, и должен был приехать в Брест, но не собрался зал, и они просто отменили его выступление, и все. Ну, мне тоже жалко было, почему, как, вот, ну, просто не собрался зал. Может быть, конечно, я учитываю, что, может быть, плохая реклама, или что-то в этом роде, но просто обидно было, что не собрался. В Минске, может быть, как-то это чаще, туда приезжают тоже за Иллюзионис, это такое суперкрутое бродвейское шоу, в Минске было оно, по-моему, в этом году, наверное, в начале года было оно. Там полный зал, билеты стоили там, по-моему, от 50 рублей и больше, совсем не дешево, полный зал, и ребята с Бреста тоже ездили, и, в принципе, ну, им очень понравилось. Да, да, они солидованы. Будем ждать от тебя своего личного шоу у нас в городе Бресте. Пригласим наших телезрителей, когда будет это мероприятие. Так что удачи тебе, успехов, спасибо большое, что нашел время прийти к нам и порадовать наших телезрителей своими чудесами, своей магией. Добрый волшебник был в гостях у программы «Утренний эспрессо» Павел Щербак. А наш эфир продолжается. Узнаем, о чем пишут региональные журналисты. Деревня Рудня находится на юго-западе нашего района и входит в состав Домачевского сельского совета. Она расположена в 39 километрах к югу от центра Бреста. Как живет деревня, о жизни и бытии ее жителей вы сможете узнать в новом номере еженедельника «Заря над Богом». Все мы ежедневно пользуемся жилищно-коммунальными услугами, платим за это деньги и, что вполне оправданно, рассчитываем получить эти услуги оперативно, в полном объеме и с высоким качеством. Но реалии таковы, что зачастую приходится сталкиваться с возникающими проблемами в этой жизненно важной сфере. О том, как решаются возникающие у граждан вопросы, вы узнаете, открыв «Зарю над Богом». Реализацию масштабного совместного проекта обсудили власти Бреста и китайского Уханя. Сейчас обсуждают выбор площадки в Бресте для строительства центра логистики. Приоритетная территория «Беллтерминал» на улице лейтенанта Рябцева. Есть и резервный вариант. Подробности в газете «Брестский Вестник». Аншлаг – это табличка с адресом дома. Регистраторы переписи населения 2019 года начнут работать в ноябре. А специалисты ЖРЭУ уже сейчас обходят дома с проверкой. У всех ли заметная нумерация? Об этом на страницах еженедельника «Брестский Вестник». Когда-то Вениамин Полянский учился в обычной Брестской школе. Вряд ли он сам или его одноклассники тогда могли представить, что ему предстоит возглавить военное кораблестроение СССР. Как парень из Бреста строил советский флот? Читайте на страницах «Брестского Вестника». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Доброе утро вместе с «Утренним эспрессо». Доброе утро, Брест! Всем привет, всем хорошего настроения. Привет, Брест! Просыпаемся вместе с «Беларусь-4». Мы, друзья, спрашивали о том, каким должен быть идеальным день, а в частности идеальное утро. И здорово, что вы присылаете на наш номер в Вайбере свои советы. Вот о чем говорит Юлия, и вот какое фото она выслала. Здравствуйте! Надо научиться обращать внимание на красоту вокруг нас. Тогда и в душе будет красота. Мы видим здесь что? Это следующее фото. Сейчас Брестская крепость. Да, вероятно, Юлия прогуливалась по Брестской крепости, но, естественно, не смогла не обратить внимания на замечательные живописные пейзажи. Все-таки осень. В ней тоже есть определенные вдохновения. Это никакая не унылая пора, правильно? А чьи очарования самые настоящие? Да, тем более она была солнечная и здорово. Прям глаз радовался, когда видел такие яркие цвета на улице. Спасибо большое за эти фотографии. И очередной совет нам прислала Анжела. Она пишет. Мой совет идеального дня очень прост. Не делите события дня и все, что с ним происходит, на черное и белое. Добавьте в палитру дня все цвета радуги и ни о чем, что уже было, не жалейте. Новый день, новая цветная, яркая и светлая картина. Хорошего всем дня. Анжела, спасибо большое. Спасибо всем вам, дорогие друзья, за то, что вы так вдохновленно делитесь своими советами. Напоминаем, что автор самого лучшего и оригинального обязательно получит сертификат на 50% скидку на стрижку у стилиста-парикмахера Максима Бурковского. И напоминаем о том, что очень хотелось бы видеть фото и текстовые варианты ваших советов и рекомендаций, потому что видео мы не воспроизводим. Присоединяйтесь, время еще есть. Ну а мы тем временем продолжаем нашу программу. Напомним, что этот год объявлен в Беларуси годом Малой Родины. И прямо сейчас мы посмотрим очередной сюжет про Сергея и Константина Поварнины. Так что познакомимся вместе с ними. Все вместе. Одному предопределено было стать философом, другому – психиатром. Сергей и Константин Поварнины родились в Брест-Литовске в 70-е годы 19 века. Если вы впервые слышите эту фамилию, не переживайте. Сегодня о знаменитых земляках мы вам расскажем больше. Доброе утро. Это Околицы. Меня зовут Вероника Тарасюк. Также сегодня утром мы еще узнаем об искусстве спора и о душевном равновесии. Итак, Сергей и Константин Поварнины родились в многодетной семье, но именно их имена стали широко известными в мире науки. Начнем со старшего Сергея. Сергей Поварнин родился 11 сентября 1870 года. В 1890 году окончил историко-филологический факультет. Работал в различных учебных заведениях, заведовал библиотекой Института усовершенствования врачей. В 1946 году ему присуждена степень доктора философских наук, а в 1948 году звание профессора. Логика, философия, психология и религия ведения – основные сферы интереса ученого. Наибольшую популярность получили его труды «Как работать с книгой» и «Монография о споре», датируемая 1918 годом. Сергей Поварнин в своей книге «Спор о теории и практике спора» приводит не только примеры логической аргументации и дискуссии. Нашлось здесь место также и психологии. Вот, к примеру, психология слушателя. Оказывается, очень немногие могут восстановить логический ход речи. И довольно редкие могут уловить ее главную мысль, схватить ее сущность. Из-за этого несчастного неумения слушать друг друга, многие споры обращаются в нечто невообразимо нелепое, в какой-то ужасающий сумбур. Так вот, чтобы спор не становился сумбуром, а был действительно дискуссией, в которой рождается истина, и существует книга Сергея Поварнина «Спор о теории и практике спора». Сергей Иннокентьевич, будучи человеком науки, приводил и примеры некоторых нечестных приемов в споре. Но, оставаясь человеком крайне интеллигентным, призывал не пачкаться в грязи. Будущий лекарь души, его брат Константин, родился в 1877 году. После переезда семьи в Брянск получал образование в Орловской гимназии, где проявил отличное прилежание и любознательность. С отличием, в 1902 году оканчивает и военно-медицинскую академию. Через несколько лет этот ученик Бехтерева защитил диссертацию о роли внимания в простейших психических процессах. Много работал над вопросами психологии детства. Став главным врачом психиатрической лечебницы, а также заведующим кафедрой при Институте усовершенствования врачей, Константин Поварнин крайне ратовал за продвижение науки и развитие психиатрии. В одном из своих писем как-то он ходатайствовал о переносе занятий, так как слушателям курсов туда было неудобно добираться. Вот, к примеру, им приходилось ежедневно тратить по 4 часа на дорогу туда и обратно, особенно в зимнее время. А это, как заметил Константин Иннокентьевич, крайне тягостно и частью неприемлемо даже для тех, кто интересуется психиатрией или даже командирован в Петроград для ее изучения. Философия и психиатрия в советские годы были явлениями достаточно неоднозначными. Как Сергею, так и Константину приходилось работать в сложных идеологических условиях. Многое из того, что было сделано философом и психиатром, затерялось в лабиринтах времени. Но имена Сергея и Константина Поварниных навсегда вписаны в историю мировой науки. Философ и тонкий логик Сергей Поварнин оставил нам множество рекомендаций о том, как же повысить свой интеллектуальный потенциал. К примеру, он говорил о том, что необходимо неославно бороться с ленью мышления и воображения, так как они злейшие враги. А интеллектуальное совершенство, как и физическое совершенство, требует того, чтобы над ним упражнялись и работали, работали и еще раз работали. Надеемся, что рекомендации знаменитых земляков помогут также кому-то из нас зажечь свою звезду на небосклоне науки. На небосклоне науки уже свою звезду зажгли японцы. Они создали шлем, который помогает избавиться от назойливых коллег. Девайс помогает полностью сконцентрироваться на работе. Устройство значительно сужает горизонтальное поле зрения. В нем также есть наушники с шумоподавлением. Это огромная повязка на голову, сужающая обзор на 60%. Кроме того, что устройство помогает сохранить личное психологическое пространство, оно также показывает окружающим, что человек занят работой и усердно трудится. Проект экспериментальный. Если сбор денег пройдет успешно, то запустят массовое производство таких повязок. Что скажешь, Артем? Ну, я думаю, что в некоторых профессиях, я думаю, он пригодится однозначно и будет полезен. К примеру, в каких? Вот профессия проводника, мне кажется, это вообще не тот случай, когда может пригодиться такая повязка. Ну, этой профессии она точно не нужна. А вот день быть в офисе, когда необходимо сконцентрировать свое внимание, чтобы никто не мешал, возможно, лучше надеть такой шлем и сконцентрироваться на том, что ты делаешь именно сейчас. Именно об этом говорят сейчас все психологи, что нужно хотя бы 15 минут, часа сконцентрироваться на работе, и ты ее выполнишь на все 100%. Ну, я надеюсь, что этот совет по-настоящему полезным оказался для наших телезрителей, как и следующий сюжет, где мы будем знакомиться с профессией проводника. Проводник пассажирского поезда – профессия для тех, кто любит путешествовать и новизну ярких впечатлений. Калейдоскоп новых лиц, смена пейзажей за окном и общение с самыми разными людьми – такова внешняя сторона работы проводника, которую называют романтикой большой дороги. Чем сегодня привлекательна эта профессия и как проходят будни проводников, узнаем прямо сейчас. Проводник пассажирского поезда, образно говоря, это маленький хозяин большого вагона, населенного людьми и постоянно меняющимися по пути следования поезда. Путь в эту профессию у каждого свой, но кто в нее приходит, остается уже навсегда. Профессию проводника попала очень давно уже, уже больше 30 лет работаю в этой профессии. Сказать случайно, ну, не совсем правильно, потому что очень часто приходилось пассажирам еще в детстве ездить в город бывший Ленинград. Соответственно, очень привлекала. Железнодорожников в семье не было. Когда поступили мы с сестрой в пединститут, ну, так получилось, не захотели учиться. Мы пришли в профессию просто по собственному желанию. Способ работы проводника – обеспечить максимальный комфорт пассажирам вагона. Его смена начинается задолго до отправления поезда, начиная с инструктажа, заканчивая подготовкой вагона. Сегодня мы приехали с 28-й Москвы в 5 часов 40 минут. Мы начинаем уборочку, то есть у нас есть санитарные требования, и мы должны их придерживаться. Приходится убирать красиво и вообще, чтобы все было хорошо, чтобы пассажир остался доволен нашей работой, потому что, как у нас говорится, что встречает нас по одежде. От того, как встречает проводник пассажиров у вагона, во многом зависит их настроение в пути. По ходу следования поезда проводник еще раз проверяет билеты, предлагает постельное белье, чай, кофе, напитки, разрешает возникшие споры между пассажирами. Разные пассажиры. Ну, надо приспосабливаться, чтобы не было конфликтов. Ну, в общем, можно все решить очень хорошо даже. Если ты хорошо относишься к людям, они к тебе это отдают в твои дни. Все зависит от коллектива, в какой коллектив попадаешь. Это самое главное. У нас очень хорошие начальники поездов. Они помогут, подскажут. Проводники дальнего следования находятся в пути более суток, поэтому у них сменный график работы. И необходимо обладать огромной силой воли и терпением, чтобы уделять внимание пассажирам и выполнять свои обязанности. Если чай, кофе, предлагаем круглосуточно. Это даже не обговаривается, потому что, как говорится, у нас идет даже какой-то процент премии от реализации чайной продукции. Но это не только из-за денюжек, это больше всего, чтобы пассажиру было приятно, потому что некоторые люди садятся, они сразу пытаются... Вот кто-то устал, кто-то пересадка там с поезда на поезд, может кто-то хочет поспать, потому что мы сразу идем забирать проездные билетики, и мы сразу же постельным бельем. Во все времена профессия проводника всегда была востребована. На сегодняшний день уровень подготовки проводников существенно возрос. И проработав 2-3 года на поездах дальнего следования и получив профильное образование, проводник может стать начальником поезда. Даша, правильно говорят, что свое дело нужно любить. И все делать с улыбкой, даже когда тяжело, даже когда грустно, и даже когда за окном такая погода, как сейчас. Какая погода сейчас за окном, мы не знаем, потому что находимся в студии прямого эфира. Но вот этот совет нам прислала Жилнова Наталья и сопроводила такой вот интересной картинкой. Приятного дня и много улыбок желаю всем нашим телезрителям. Уважаемые друзья, 821 55 55, телефон вы видите на своих экранах, записывайте его в свои записные книжки и присылайте нам совет, как же провести свой отличный день, как же настроиться. Самый оригинальный совет очень скоро получит скидку в 50% на стрижку от Максима Бурковского. Уже сообщений достаточно, уже мы будем выбирать. Очень скоро победителя. Но все равно мы ждем. Да, именно так. И продолжаем рассказывать об очень интересных и даже, возможно, слегка необычных и странных профессиях в мире. Первое. Тестировщик матрасов, друзья. Ну, кто из нас в детстве не любил попрыгать на кровати? Наверное, все. Правда, тогда родители нас за это ругали. А вот Рубен у Рейноса платят за это деньги. Мужчина работает на фабрике по производству матрасов и прыгает по ним сколько угодно. Счастливый человек. Профессия в свое удовольствие. А вот еще очередная странная профессия. Люди, живущие в шикарных апартаментах, и получают за это деньги. Эту деятельность и работу это назвать сложно. Живи себе в шикарных условиях. Наслаждайся жизнью и получай за это деньги. Рай да и только. Вот только эти люди, по сути, являются кочевниками, которые лишь создают видимость жизни в доме, соблюдая идеальную чистоту и порядок. А когда на дом найдутся покупатели, то семья тут же должна съехать в другой шикарный дом. Следующее, профессиональный любитель поспать. Мне кажется, я бы смогла освоить эту профессию быстро. Один из отелей в Хельсинки в прошлом году искал человека, который смог бы протестировать комфортабельность его номеров и смог бы поделиться впечатлениями в блоге. Также, помимо любви ко сну, потенциальный работник должен был владеть финским и английским языками. А нет, не освоила бы. А вот очередная профессия, немножко даже экстремальная. Ныряльщик со скалы. Прыгнуть со скалы в неизвестность. Что может быть страшнее? А если это платят деньги? Состязание по нырянию со скалы от Red Bull проходит по всему миру. И на сегодняшний день прошла уже половина соревнований, которые приняли участие экстремалы из разных стран, покорив высоту в 27 метров. Следующая профессия. Человек, наблюдающий за тем, как высыхает краска. Да, скучно, нечего сказать. Эта работа, кстати, не просто одна из самых скучных на свете. Она одна из самых продолжительных. 34-летний доктор Томас Кёрвин, которого мы сейчас видим на фото, на протяжении своего рабочего дня тщательно наблюдает за тем, как сохнет краска, следит, как меняется ее цвет и текстура. Доктор должен дать гарантию, что краска является долговечной. Действительно, какие-то удивительные, странные профессии. Ну что, все профессии, говорят, нужны, все профессии важны. Главное, чтобы в удовольствии. Это точно. А мы продолжаем тем временем наш эфир, уважаемые друзья. И прямо сейчас готовы показать вам сюжет, как же меняется наш город Брест, а именно как же меняются автовокзалы. Вокзал – одно из первых мест, встречающих туристов в городе Надбугом. Его функциональность должна отвечать самым современным требованиям. Идея нового автовокзала у руководства города возникла давно. Старые 1963 года постройки работают в довольно стесненных условиях. Сами видите, какое у нас здание, какие посадочные платформы, у нас навесы. Будем так говорить, каменный век. Поэтому решение было принято городскими властями о строительстве нового вокзала с целью удобства все-таки для пассажиров. Цель такая – создать единый городской транспортный узел, где вы все, кто будет приезжать в город, то ли автобусом, то ли железной дорогой, могли увязывать свой маршрут, то есть выстраивать логистику своих путешествий. Это будет очень удобно, в первую очередь, для людей, для горожан и гостей города. Автор проекта Алексей Андреюк отмечает, самым сложным было вписать современный проект в историческую часть города, не закрыв при этом шпиль старинного железнодорожного вокзала. Принята как бы структура, металлические колонны, выкрашенные в белый цвет, козыречки, выносы, перекрытые стеклом, для того, чтобы создать вот этот эффект полета, эффект просветления, эффект легкости. На двух этажах автовокзала есть все необходимое. Слева кафе быстрого питания и санузлы. Справа 10кс, диспетчерский пункт и комнаты для персонала. В центральной части помещения зал ожидания. Прозрачные стекла в этой зоне открывают вид на памятник архитектуры – железнодорожный вокзал. Со стороны ЖД дороги разместятся 13 посадочных платформ. Пероны отправления автобусов будут под навесами, закрывающими зону посадки пассажиров. На каждую стеклянную часть навеса нанесен орнамент. Это не только красиво, но и безопасно. Такое решение убережет пернатых от столкновения. Вокзал уже более совершенен по сравнению с какими-то своими пережитками. Поэтому и проспускная способность гораздо увеличенная. Сами подходы обслуживания и людей, и автобусов на более высоком уровне. Больше места, скажем, для приезжающих, для пассажиров, для автобусов. То есть будет гораздо все комфортабельнее, чем было на старом вокзале. Что касается старого автовокзала, его судьба пока неизвестна. Один из возможных вариантов – создать инвестплощадку под строительство торгового объекта с паркингом. Однако известно наверняка – встречать гостей на тысячелетие Брест будет уже на новом автовокзале. Это программа «Утренний эспрессо». Артем Бруилл и Екатерина Стриха работают сегодня с вами. Друзья, спасибо за то, что встречаете это утро вместе с нашей программой. Мы напоминаем, что у нас на календаре четверг, уже завтра долгожданные пятницы, а потом уже, глядишь, и выходные, у кого рабочие, у кого нет. Но все же это повод порадоваться. Хотим еще раз рассказать о том, чем же знаменателен день сегодняшний, 25 октября, в «Мировой истории». Смотрим. Сегодня 25 октября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1808 году Фридрих Арнольд Брокгауз приобрел право на издание энциклопедического словаря. За свою жизнь он выпустил его шесть раз, превратив в справочное издание, рассчитанное на массового читателя, и увеличив тираж в 16 раз. Также его энциклопедия послужила основой для российского словаря Брокгауза и Фрона. В 1913-м в Минске родился Владимир Павлович Цислюк, кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси. Во время Великой Отечественной войны фронтовой оператор участвовал в съемках фильмов «Разгром немецких войск под Москвой», «День войны» и других. Его кадры использованы в киноэпопею «Великое Отечественное». В 1926-м родилась певица, солистка Галина Вишневская, вдова Мстислава Ростроповича, обладательница уникального сопрано, прима, Большого театра и всей мировой сцены. Всю жизнь она преподавала, режиссировала, снималась в кино, занималась благотворительностью и при этом всегда прекрасно выглядела и держала форму. В 1979-м родился шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер Михаил Галустян. Был капитаном сочинской команды КВН «Утомленное солнцем». В прошлом году основал собственную кинокомпанию, где занял должность креативного продюсера. В этот день в 1990-м вышел в эфир первый выпуск телеигры «Поле чудес», одна из первых программ телекомпании «Вид» и проект Владислава Листьева, который и был ее первым ведущим. Спустя год ее бессменным ведущим стал Леонид Якубович. Вот и настало время подвести итоги нашего сегодняшнего эфира. Мы напоминаем, что тема сегодняшнего дня была «Как же настроиться на свой идеальный день». Очень много советов прислали наши уважаемые телезрители, за что вам отдельное спасибо. Спасибо, что участвуете в создании нашей программы вместе с нами и присылаете нам свои советы на наш номер в Вайбере. Спасибо вам огромное. Мы тут долго советовались, совещались, потому что советов очень дельных, практичных, очень много. Все нам очень понравились, за что отдельное спасибо в очередной раз хотелось бы сказать вам, уважаемые друзья. Но хотели бы огласить победителя. Фотографии вы сейчас увидите на своем экране, уважаемые друзья. Нам их прислала наша телезрительница Юлия, у которой номер телефона заканчивается на 01-49. Вот такую красоту она нам прислала и, конечно же, написала свой совет. Здравствуйте. Надо научиться обращать внимание на красоту вокруг нас. Тогда и в душе будет красота. Действительно, так и есть. Мы часто очень торопимся и не замечаем, что же окружает нас. Так что, Юлия, спасибо вам большое. Вам достается сертификат, скидку в 50% на стрижку от Максима Бурковского. Да, именно так. Спасибо вам, Юлия. Спасибо вам, друзья, за то, что общаетесь с нами. Присоединяйтесь к нашей беседе в Вайбере. Завтрашний день тоже не станет исключением. Только тема дня будет уже звучать по-другому. Как она будет звучать, узнаете тогда, когда включите канал «Беларусь-4 Брест». Но пока хотелось бы поблагодарить наших партнеров. Это магазин модной итальянской одежды «Базиони». Спасибо вам большое. Который находится в Дидос Персии, второй этаж. Присоединяйтесь. Стиль ведущего предоставлен именно этим магазином. Магазин мужской молодежной модной одежды «Базиони». Магазин «Концепт Клаб». Это женская одежда. Скидки, сезонные распродажи, новые коллекции. Также заходите. Вам там всегда рады. И, конечно же, люди, которые создают нам весеннее настроение осенью. Салон флористики «Цветы от Жордан» находится в Бресте по адресу улица Московская, 253. Доставка по нашему городу бесплатная. У нас остается время для актуальной информации. Прямо сейчас, уважаемые друзья, посмотрим прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! На этом у нас все, друзья. Это была программа «Утренний эспрессо». И мы, Артем Брылло и Екатерина Стриха, желаем вам отличного дня и прекрасного его продолжения. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4 Брест». Всем хорошего продуктивного дня. До завтра, друзья. Увидимся на четверке. Пока.